Федеральная миграционная служба России была создана в один из нелёгких в истории страны периодов. Распад Советского Союза, когда в Россию буквально хлынули тысячи беженцев и вынужденных переселенцев, жители бывших республик СССР. И в этот период как раз он, я считаю, был наиболее сложный. В этот период были отработаны первые законодательные акты, которые позволили цивилизованно в короткие сроки решать проблемы граждан. Сейчас не 90-е и работать стало проще. Анна Беспалова носит форму сотрудника ФМС уже более трёх лет и, как выяснилось, недаром. За это время старший лейтенант успела побывать в нескольких командировках и проявить себя как ответственный сотрудник. Сегодня её и её коллег, отличившихся в службе, поощрили медалями и грамотами. Работа действительно интересная, работа связана с людьми, с общением, с взаимодействием. Это действительно очень интересно. Работа сложная, но мне очень нравится. Работы действительно хватает. Осуществление регистрационного учёта граждан, оформление, выдача паспортов. В 64 структурных подразделениях областного управления ФМС эти услуги оказывают более 800 сотрудников. У нас есть очень много положительной работы по многим направлениям. Прежде всего, конечно, по оказанию услуг населению. И я могу сказать, что порядка двух миллионов услуг мы оказали за прошлый год. Это первое место в Приворском федеральном округе. Есть интерес в Самарской области. Немалый приток, в принципе, иностранной рабочей силы. Только за пять месяцев этого года областным УФМС оформлено более 20 тысяч патентов на работу для иностранных граждан. Вместе с этим число нелегалов, находящихся в Самарской области, уменьшилось в разы. С ними разговор короткий. Штраф и выдворение за пределы России сроком от трёх до десяти лет. Благодаря скоординированной работе всех подразделений в областной бюджет в прошлом году было перечислено порядка 170 миллионов рублей. Павел Баймаков, Константин Головин. События.